Вот так вот включаю, вот и у меня греется. Две комфорки и открытая духовка электроплиты на полной мощности. И так по несколько часов в день, утром и вечером. Большую часть времени Галина Васильевна теперь проводит на кухне. Маленькое помещение быстрее нагревается. А масляный обогреватель в комнате хозяйка включает только перед сном, потому что перетащить его в кухню инвалиду первой группы не под силу. Я на улицу не выхожу. Люди хоть на работе погреются, а мне вот приходится вот так. Отопительный сезон в Устье официально стартовал еще 20 сентября. В этом году здесь со старых угольных котельных перешли на новую газовую. На долгожданное тепло жители 30-квартирного дома на набережной так и не получили. В управлении теплосетями им объяснили, во время подключения к новой котельной не выдержали старые трубы. Неделю назад разрыта эта траншея. А вот и трубы привезены. А когда работы будут вести с теплоснапов, все обещают, говорят, «Потерпите, скоро затопим, потерпите, скоро затопим». А когда это скоро? Решить проблему с отоплением жильцам этого дома обещали несколько лет подряд. Газификация – это последняя надежда, что в квартирах наконец-то будет тепло. Но многие жильцы ждать уже отчаялись и проблему решают своими способами. Если холодно прибавляешь, теплее будет, вода горячая точно так же. Если жарко, так убавляем, уже убавляли и прибавляли. Это чудо техники в квартире у Елены появилось 4 дня назад. Индивидуальный газовый котел удовольствие не из дешевых. За стабильное тепло в квартире ей пришлось выложить около 100 тысяч рублей. Но Елена уже посчитала, все затраты окупятся за два года. Самые большие расходы на составление проектного плана и обрезание теплосети. Нам сказали отрезаться до 31 августа, когда все нормальные люди систему закачивают. Мы отрезались до 31, никого не задержали. К частным котлам этой осенью в доме на набережной подключились сразу 4 квартиры. Такой шаг жильцы объясняют просто, потому что мерзнуть надоело. И эта практика в поселке популярна, но многие жители трубы отопления обрезают самостоятельно и без предупреждения властей. Тогда в поселке и приходится останавливать котельную. Еще одна причина отсутствия тепла – изношенные сети. На газовой котельной более мощное оборудование, в частности насосы. После пуска газовой котельной произошел прорыв на трассе к этому дому. В настоящее время этот прорыв устраняется. Материалы закуплены и в ближайший день-два это все будет устранено. Так что еще пару дней жильцам дома придется не расставаться с обогревателем. По прогнозам синоптиков осень уже вступила в свои права. И в ближайшую неделю октября по ночам ожидаются устойчивые заморозки до минус 6 градусов. Людмила Малинина, Алексей Романов. Новости Вологды из Усть-Кубинского района.